В новой части села Натальино начали работать энергетики. На участки, которые выделялись многодетным семьям, подводят электричество. Это первая коммуникация, которая здесь появилась. Финансирование проекта за счет МРСК «Волги». На него выделено около 10 миллионов рублей. И владельцы участков, которые уже подали заявки на присоединение, будут подключены к электричеству в сентябре-октябре этого года. Сейчас порядка, наверное, 30 заявок уже у нас. В принципе, эти 30 заявок охватывают большую часть нового поселка. Будем стараться всех оснастить. Если участок подал заявку, то проводим электроэнергию до этого участка. И попутно те участки, которые попадают по трассе, тоже будут оснастены. Получится возможность подключиться к электроэнергии. Высоковольтную часть строительства электросети завершат уже к концу следующей недели. А вообще, ориентировочный срок окончания основных работ у подрядчика – 19 июля. К этому времени в поселке Многодетных появятся две КТП. Будет построена высокомолитная воздушная линия 2,5 км на 10 кВт и еще 2,5 км на 4 кВт. Но и после этой даты работы по подключению домов к электричеству продолжатся. Надо подавать заявки тем, кто действительно заинтересован в строительстве. Там обоюдные обязательства по договорам технологического присоединения. И если заявитель сам не исполнит свои обязательства, то это влечет со стороны нашей стороны претензионную работу и взыскание неустойки. Договор у нас либо 6 месяцев, либо 4 месяца, в зависимости от того, какой объем строительства требуется. Если это 4 месяца, то, соответственно, у заявителя тоже 4 месяца на исполнение его обязательств. Подавать заявки на подключение можно не только в здании МРСК, но и онлайн на сайте организации. Для этого необходимо создать личный кабинет, через который потом можно отслеживать этапы подготовки договора и его исполнения. Утверждены тарифы на технологическое присоединение комитетом государственного регулирования тарифа 550 рублей до 15 кВт. В принципе, 15 кВт достаточно для одного домовладения. Ну а по остальным коммуникациям пока тишина. Видимо, местная администрация не очень-то шевелится для того, чтобы на участках для многодетных семей появилась жизнь.